3. Здравствуйте, дорогие студенты. Мы продолжаем с вами тему 1 по менеджменту, сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике. В прошлый раз мы с вами прошли первую позицию таблицы умножения, это функции менеджмента. Планирование, организация, мотивация и контроль. А сейчас мы попробуем это нарисовать. Итак, первая функция, как мы выяснили, это планирование. Вторая функция, это организация. Третья функция, это мотивация. И четвертая функция, это контроль. Сейчас у меня к вам вопрос. Какая из четырех функций не делегируется? Многие говорят планированием, кто-то говорит организация, на самом деле руководитель не может делегировать функцию контроль. Почему именно контроль? Потому что когда руководитель ставит задачу, именно он понимает, что нужно получить в конце. И именно он сравнивает то, что есть, с тем, что должно было быть. А теперь у меня к вам следующий вопрос из таблицы умножения. Что является продуктом труда руководителя? Я хочу сказать, что это самый сложный вопрос для практикующих руководителей. Они никак не могут мне на него ответить. Даже не представляют, что они производят. Многие говорят, что они производят прибыль. Многие говорят, что они производят результат. Так вот, продуктом труда руководителя является управленческое решение. И не просто решение. Я подчеркиваю, именно управленческое решение. То есть то решение, которое реализуется. И еще одна позиция из таблицы умножения, которая меньше возникает вопросов по ней и споров. Предмет труда руководителя. То есть с чем работает руководитель? Многие говорят, что с людьми. Да, правильно, с помощью людей он достигает поставленных целей. Но он же не водит нас за руку. Он конкретно работает с чем-то. Поэтому предметом труда руководителя является информация. Или, как мы в менеджменте говорим, коммуникация. И сейчас в современном мире самое сложное – это коммуникативные навыки руководителя. Что можно по этой схеме еще сказать? Вот функции менеджмента составляет его процесс, а ниже лежащие называется связующим звеном. То есть на любой стадии руководитель принимает управленческое решение. Планируя, ставя цели, задачи, он всегда принимает решение. Организуя процесс работы, кому что поручить, какому сроку, какие ресурсы нужны, он все время принимает решение. На стадии выполнения функции и мотивации он тоже принимает решение. Он решает, кого поощрить, кого наказать, какие виды стимулирования использовать. А уж по результатам контроля он все время принимает решение, что изменять, что исправлять, кому какие новые задания поручать и так далее. Но очень важным связующим звеном является и информация или коммуникация. То есть всегда руководитель работает с информацией. Именно поэтому труд руководителя очень тяжелый, в связи с тем, что он, принимая решение, несет ответственность за последствия. И огромное время руководители уходят на работу с информацией. Огромный перегруз идет, и поэтому труд руководителя не такой легкий, как думают многие, которые хотят стать руководителями. Вот такой рисунок мы хотели бы показать вам. Все, пока.